Отлично! Меня зовут Марина, я спортивный психолог. Мне бы хотелось для начала, я потом дальше про себя расскажу поподробнее, да, кто у нас тренеры. Поднимите руку, пожалуйста. Ну, большинство. А теперь поднимите руку те, у кого был опыт общения со спортивным психологом. О, отлично! И можно вкратце, понравилось, не понравилось, и что понравилось, что не понравилось. Все понравилось. Девушка, ну... Что? Скажем так, тот психолог, который сейчас в сборной команды России, который у меня был сейчас в команде, девочка просто давала тесты, спортсмены отвечали на тесты, а она мне по результатам тестов через месяц выдала результаты. Ну, как бы, мне нужен психолог для того, чтобы помогал команде, для того, чтобы просто писал бумажки и отчет. Отлично! Это вот касаемо современных вариантов. Касаемо старых вариантов, я общался с Диснем Леонидом Ильичем, как психологом сборных команд СССР. Вот тут уже, как бы, это, это вуру. Без критики, я поняла. Ну, возможно, Андрей Геннадьевич, возможно, просто хотели протестировать спортсмены, сколько они ведут по времени? Или, может быть, и была генераторка? Нет, нет, нет. Или это постоянные тесты? Она постоянно эти тесты делала на протяжении полутора лет. Да, ну, почти, почти. Ну, я понял. Так, еще у кого-нибудь есть, что сказать по поводу спортивных психологов? А я к ним и отношусь к этому. Ну, как вариант? Пасыка. Не, ну, интересно, а мне сильно на работу строить. Ну, я могу, скажи, рассказать, что нужно. Расскажи. Ну, вот у меня прежде всего эпизодичный опыт был с Марией, мы познакомились с Настой Галой, как еще она рассказывала на интерсяде. Помогло, наверное, какое-то вот избавиться от личного напряжения, мне кажется, в команде. И до этого еще было сложно, когда в сборной приходил человек, тоже он пытался применять разные какие-то технологии и научные наработки на спортсменах. Ну, и в большинстве своем ничего не сработало. И просто какой вывод здесь можно сделать, что очень многое зависит от того, как воспринимают спортсмены этого человека, насколько они могут ему довериться, и насколько они готовы посвятить этого человека там свои какие-то вопросы или там терзания, сомнений. И второй момент – это очень сильно зависит от специалиста, который приходит в команду работать, насколько он сможет расположить к себе людей, насколько он сможет помочь. И на самом деле это очень полезный инструмент, который тоже поможет в достижении результатов при правильном его применении. Да, спасибо, супер. Отлично. Я услышала то, что, в принципе, на что я рассчитывала. Давайте, да, краткую такую, ну, свое мнение расскажу, что, наверное, до сих пор спортивный психолог для сборных команд – это неопознанный летающий объект. Конечно, наверное, ну, здесь некого винить, да, наверное, стоит говорить о том, что не так много вообще спортивных психологов на данный момент в России, да, и не так много сборных, которые, ну, имели опыт общения, да, и имели, ну, какой-то положительный опыт. Потому что часто я прихожу в команды и слышу много негатива в адрес своих коллег, к сожалению, да. Но, наверное, это недостатки именно школы спортивных психологов, но хочется верить, что потихонечку мы выйдем на новый уровень в этом направлении. Теперь, что касается меня, да, чтобы, возможно, вы поняли мои профессиональные какие-то особенности, я уже работаю психологом больше 12 лет, ну, базовое психологическое образование, и потом, ну, масса курсов повышения квалификации, без этого, конечно, никуда, и даже на данный момент учусь на клинического психолога. После института сразу прошла школу жизни в МЧС, было тяжело, но интересно. Это перевернуло мое представление о психологии вообще, как таковой, да, все пять лет того, что я изучала в институте, просто перевернулись ног на голову, и, да, опыт был серьезный, опыт, ну, не всегда, скажем так, комфортный, но мне очень хотелось, я всего попробовала и завязала с этой сферой деятельности. Вот, потом работала с маленькими детишками, от полутора до трех лет получила дополнительную квалификацию в рамках, там, перинатальной психологии, и, на самом деле, со времен института мечтала быть спортивным психологом, наверное, тоже в силу того, что, наверное, в спорте не сложилось, как спортсменка когда-то, да, там, может, в какой-то ранней школе тоже мечтала об олимпиаде, ну, здоровье не позволило, и, вот, мои, наверное, амбиции реализованы на данный момент в сфере спортивной психологии. В институте писала диплом по спортивной психологии, но на тот момент действительно не знала, как мне подобраться, да, к спортсменам поближе, и уже, вот, по прошествии, там, пяти лет после института мне удалось попасть, семь лет уже, вот, буквально 1 ноября исполнится семь лет, как я работаю исключительно со сборными России. Ну, на академической гребле я к ней прикасаюсь с 13-го года, ну, не могу сказать, что я глубоко прям разбираюсь в этом, я надеюсь, вы мне поможете. Был опыт работы во фристайле, то есть я прям померзла в тени целого сезона в горах, в скикроссе в дисциплине работала, да, то есть страшно на это даже было смотреть, на этих спортсменов, которые там с этих гор несутся на лыжах, друг друга толкают, и, ну, в общем, ну, тоже, тоже было интересно. Потом пять лет в художественной гимнастике, и вот уже, ну, потому что параллельно с художественной гимнастикой было фехтование. И вот уже, наверное, четвертый год я фехтования, и сейчас я с основным составом работаю. Так, теперь давайте перейдем к задачам, или ролям, не помню я, как это назвала, функции психолога в команде. Вот, что я уже от вас частично услышала. Ну, кратенько пройдусь, и дальше, возможно, более развернутые дам ответы на то, как я это вижу, да, потому что, честно могу сказать, наверное, психолог – это все-таки искусство где-то, да, и каждый психолог смотрит по-разному на те или иные процессы. Я не могу, ну, у нас в коллективе работает около 50 психологов, функции психолога в команде. Да, первое – сопровождение тренировочного процесса. Ну, вы понимаете, если психолог не присутствует на тренировках, не общается с коллективом, а приходит, да, как вы говорите, там, раздали тесты и через месяц предоставили результат, который уже, ну, мало кого интересует, и, наверное, состав команды уже к этому времени может поменяться, да, ну, на мой взгляд, это, наверное, не целесообразно, да. Мне, я хожу на тренировки, я наблюдаю за спортсменами, но, опять-таки, да, вот что касается, скажем так, сферы влияния, на тренировки я сама не подхожу к спортсменам, да, потому что это, на мой взгляд, ну, условно, поляна тренера, да, это территория тренера, он там король, и он решает. Моя задача исключительно наблюдательно, и я это спортсменам говорю. Единственное, что они могут, на мой взгляд, когда им тяжело, и они с чем-то, с какой-то задачей не справляются в режиме тренировочного процесса, подойти ко мне и что-то задать. Но это их инициатива, сама я не пойду ни сопли им, вытирать ни слезы, да. Даже если тренер довел спортсмена, ну, или как-то у них там произошел конфликт, не то чтобы там уж тренер довел, да, произошел конфликт, и кто-то убежал в слезах, неважно кто, да, в первую очередь, это диада тренер-спортсмен. И пока они не решат между собой, я туда не вмешаюсь. Я потом после тренировочного процесса могу поговорить с одним, с другим, с двумя вместе, да, но в рамках тренировочного процесса, или я могу подойти уже после тренера, когда он мне кивнет, если у меня с ним прекрасный контакт, да, и скажешь, все, Марин, я там все сказал, где-то извинился, где-то еще как-то, да, где-то успокоил, дальше, может, и поработать, то мы должны проводить диагностику в команде два раза в год, два раза в год, все. В остальное время я тестами не мучаю. И даже если я там дала, ну, скажем так, три теста в начале года, то в середине года я дам вообще какой-то, ну, игровой тест именно только для мониторинга, да, просто я посмотрю, какое там состояние. И, безусловно, ну, скажем так, в мою задачу входит как можно быстрее, рассказать об итогах тестирования как спортсменам, так и тренерам. То есть или я это делаю в рамках этого же сбора, или максимум в начале следующего, да, если там большой объем тестов был. Ну, вы сами, я думаю, тут все понимают, что без обратной связи в сторону одних и других работа со мной вряд ли сложится, да, если я один-два раза провела тестирование и ничего не сказала, на третий сбор меня просто не позовут и скажут, девонька, иди отсюда. Вот как раз про обратную связь, да, спортсменам и тренерам говорю. Есть, ну, скажем так, ну, не то что требования, но, наверное, правила, что после соревнования ко мне приходят, ну, в течение сбора все спортсмены. У меня там, ну, условно говоря, 20 спортсменов в команде, 10 мальчиков, 10 девочек. Они приехали с этапа Кубка мира, они каждый на сборе находят час для того, чтобы посетить меня лично, да, и пообщаться со мной тет-а-тет. И там я провожу, ну, на мой взгляд, для меня самую интересную, самую глубокую работу, да, мы разбираем, ну, с ним все от и до, как было на соревнованиях, начиная там от квалификации или как у них фехтование в группе называется, да, до, если это был финал, то до финала, да. Все их состояния, все их мысли. Дальше я буду говорить подробнее, да, об этих состояниях и что я своей основной задачей вижу, да, такое понятие, как рефлексия. Вам знакомо оно? Всем? Или... Ну, хорошо. Дальше я расскажу, как я вижу. Нет, два слова, чтобы мы все понимали одинаково, что такое рефлексия. Рефлексия – это, скажем так, ну, я не буду заумными, да, вам определением, просто анализ самого себя в данный период времени, да, какой я, ответ на вопрос, как мне комфортно, некомфортно, хорошо-нехорошо, болит, не болит и так далее, да. Это очень важно, этот самоанализ проводить, ну, и в режиме тренировочного, осердательного процесса, безусловно. Вот. И дальше сейчас такое, ну, скажем так, с одной стороны модное, с другой стороны, мне кажется, необходимое направление – это психофизиологическое сопровождение. Да, я там уже говорила о психофизиологической диагностике спортсменов, также говорю о сопровождении. С этим направлением вы знакомы? Что для вас значит психофизиология? Психология и тесты понятны. Психофизиология. У вас что-то стоит, вот, рождаются какие-то ситуации, не бойтесь, давайте делим. Синформатик. Так, хорошо, еще. Еще раз, я не знаю. Психофизиология. Психофизиологическое состояние. Психофизиологическое состояние – это грань, да, физиологии и психологии. Существует состояние физического, психологического. Супер, да, 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 да. Да, на самом деле у нас президент сказал, что психологам внутри команд, да, положено заниматься психофизиологией. Вот, и у нас это, скажем так, заказ сверху. Президент. Российской Федерации. Он так и сказал прям? Да, да. В команде. Ну, в общем, у нас же спорт все-таки имеет огромное значение в нашей стране. Все успевает, человек. Ну, бывает, да, да. Что значит, что значит? Вот. Что значит психофизиология? У нас масса представлено оборудования, да, для того, чтобы приводить спортсменов в наиболее эффективное состояние. И вот связывая, на самом деле, с вашей первой лекцией у Шамиля, да, когда он задавал вопрос, как проверить, ну, или узнать о состоянии спортсмена вот здесь и сейчас, да, какой он. Надо ему нагрузку повысить, не надо, или он уже в состоянии, там, перетренированности. Тесну и Шеры, это не совсем то, что... Это аппараты, да, это есть и большие комплексы развернутые. Вы, наверное, в морском спорте видели, да, вот, эти всякие компьютеры и так далее. На самом деле, вот, хочется рассказать немножечко, что есть небольшой аппарат, вот он чуть больше, чем телефон, психофизиолог. Никто не использовал его, когда там наручники. И кратенько, чуть-чуть расскажу вам, да, о его возможностях, он, в принципе, недорогой. Использовали? А, ну, только понятно. Ну, там, на самом деле, электроды ставятся. Там происходит замер вариабельности сердечного ритма. Ну, конечно, с погрешностями, в течение двух минут. Приходит ко мне спортсмен, он садится, я надеваю на него электродики, он спокойненько сидит у меня, медитирует. Потом я снимаю электроды, даю ему, там, в рамках этого же аппарата, есть простой комплекс, простая зрительно-моторная реакция и сложная зрительно-моторная реакция. За этими понятиями, да, у вас что-то стоит? Кнопки. Кнопки, да, загорала, простая зрительно-моторная реакция. Загорелся зеленый, нажал, ну, там, да. Да, если сложная зрительно-моторная реакция, то, значит, загорелся красной, я левой рукой нажимаю, загорелся зеленой, правой рукой. И дальше я вновь снимаю у него вариабельность этого сердечного ритма. Что мне это дает? Это дает мне информацию, ну, вообще любая, вот это даже проба отдельная, простая и сложная зрительно-моторная реакция. Все это нажимают. Даже по количеству ошибок и скорости реакции, даже если не брать и рассматривать вариабельность сердечного ритма, можно сказать, насколько утомлен спортсмен, а насколько он в боевой готовности, да? Вы, наверное, в динамике-то? Да, безусловно, супер, спасибо. Именно поэтому на каждом сборе, я, когда ко мне приходит спортсмен на консультацию, я у них делаю замеры, дальше провожу свою работу именно психологическую и собираю по каждому, да, его коридор нормы. И потом мне это дает возможность уже, когда у тренера или у спортсмена встает вопрос о том, что как-то мне фигово, да, и иногда тренер сам не знает, на самом деле ему верить или он сочкануть решил, да, здесь есть более-менее объективные данные. И относительно того, стоит его нагрузить или нет. Вопрос такой, а как часто, то есть вы там ведете сборную, вы там каждый день с ним встречаетесь? Да, 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 ну то есть у нас цикл 3-1, да, и внутри дня я присутствую. Честно скажу, я хожу только на фехтовальные тренировки, на ОФП и скоростные там силовые и так далее, я не хожу. Вот, ну потому что мне тоже нужно время подготовиться, да. Ну просто надо понять, как бы, как часто. Да, 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 я, то есть если это выезд в Сочи, то я живу с ними прямо на сборе, если это в Новогорск, то я приезжаю туда, ну вот 3-1, и меня вот так вот устраивает между сборами, я предоставлена сама себе, и мне это тоже очень нравится. Идем дальше. Взаимодействие тренер-спортсмен. И это, наверное, такая одна из, ну, дискуссионных, да, тем, вы все тренеры в большинстве своем. И у каждого, наверное, есть своя точка зрения на то, каким должен быть тренер, да, каким образом он должен общаться со спортсменом. Что вижу я, да, я, ну, вы видите эту простую табличку, я не стала ее там усложнять и как-то наворачивать лишнее. Давайте я вам расскажу свои примеры, что я вижу, да, в командах, что я вижу во взаимодействии с тренерами и спортсменами. Вы где-то, может, увидите себя, где-то увидите коллегу, да, может, какие-то вопросы будете задавать, да. К примеру, у меня есть тренер, у него две спортсменки. Одна ко мне приходит и говорит, Марин, он заколебал, он орет на меня. Я не могу, когда он на меня орет, у меня там все, руки, ноги не шевелятся, дыхание перехватывает и так далее. Можешь как-нибудь на него повлиять. Ну, во-первых, я против того, чтобы мной манипулировали. Я говорю, нет, я на него влиять не буду. Ну, это я ей говорю, так, конечно, если у меня хороший контакт с тренером, понятное дело, я как-то выхожу на это обсуждение. Но я ее подвожу к тому, что, во-первых, ты сама на него можешь повлиять, да, и даю ей какие-то навыки здорового взаимодействия с тренером. Что тренер тоже человек, что до него можно как-то достучаться, главное не требовать, а попросить, да, и как-то выходить на контакт. Вот. Это вот один тренер, у него, значит, одна спортсмена, которая говорит, он орет, и я не могу. Ну, и приходит от этого же тренера другая спортсменка, и говорит, да, хоть бы он на меня наорал. И я... Он на нее орет. Нет, он, я дальше наблюдаю за тренером, он одинаково ведет себя с этими двумя спортсменками. Одна слышит так, другой слышит так, и я понимаю, что здесь действительно нужно... Восприятие. Да, и, во-первых, восприятие. Во-вторых, тоже тренеру можно быть чуть внимательнее к тем топовым спортсменам, которые у вас есть, да, и спросить, а как тебе? Да, вот я тебя секундировал на соревнования, ну, или вел по дистанции. После всех соревнований можно, ну, у тех, кто у вас находится в основных надеждах на данный момент, спросить, как тебе было? Да, вот я орал на тебя, тебе как? На следующих стартах я не орал на тебя, тебе как? И они вам, ну, в принципе, с готовностью ответят на этот вопрос. Мне очень говорят, Андрей, мы все ничего не слышали. Вот. Кстати, реально по-разному делать, особенно, вот я не знаю, как у взрослых, а у детей это очень, вот прямо, там идет ребенок, и вдруг ему родители, там, или даже тренер, кто-то там, давай, давай, включил там скорость, у меня, шла пятая, приехала третья. Ну, это такое. Да, да, да. Наоборот, ступор впадает, и все, и даже просит, вот, я у нас Катя Юрьевна просила, не кричите мне ничего. Да, 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 ну вот как вам, иногда, а если у вас это экипаж, да, если это четверка, а если это восьмерка, да, и как вам-то быть, да, на одного накричали, значит, и на остальных накричали, как вы решаете эту проблему у себя? Да, или не решаете, или забиваете, или они вас не слышат. Они не слышат. Не слышат, отлично, хорошо. Ну, на самом деле... Присматриваешься, как они реагируют. Вот, здорово, снимаю шляпу перед теми тренерами, которые присматриваются, да, потому что здесь и для меня меньше работы, и эффективность вашей деятельности, мне кажется, повышается, да, как только тренер и спортсмен выходят, на какой-то здоровый уровень общения, да, в первую очередь. Позитивное мышление, что за этим у вас стоит? Не в занять себя, не в негативные мысли, особенно перед соревнованиями, на что, если не получится, или еще что-то. Себя, понятно, а что делать с вашими чижиками и гавриками? Ну, это же настраивать. Хорошо. Давайте, давайте, давайте понять, что, как бы, ты в нихуе ни в коем случае не показывает, что у тебя какие-то там сомнения есть. Угу. Настоящих старых. У тебя есть сомнения. Здоровый человек они должны быть. Участливые. Мне кажется, кстати, здесь очень еще, не знаю, относится это к позитивному мышлению или нет, потому что все равно действительно, что бывает всякое, бывает, что вот готовились, готовились, и не получилось. А когда тренер говорил, что ребята, мы точно выиграем там все, и вдруг они не выиграли, у них тоже это определенные проблемы вызывает психологические. То есть верить тренеру, не верить, просто именно настраивать на то, что мы отлично поработали, и результат должен быть хороший, но даже если что-то у нас вдруг, по какой-то причине, может быть, пойдет не так, мы это разберем обязательно и будем двигаться дальше. Да, и это гораздо мудрее, чем, да, там, давайте, давайте, иногда это перегружает. Вот именно первый вариант, что давайте, давайте, только к золоту. На самом деле, очень часто распространенная такая ошибка, там, старшие тренера, я не знаю, собирают команду перед соревнованиями и начинают, вот, вы должны, мы вот, значит, подложили, вы теперь вот должны выйти на старт, там, и все. И видно, что вроде у них глаз горит, а в то же время они тухнут, да, потому что на них уже возлагают вот эту вот ответственность, еще даже не начались соревнования, вот они приехали на них. В этом, кстати говоря, большая тоже такая вот ошибка. Огромная, огромная. Как вы сами, вот, когда вам говорят, ты должен, что вы чувствуете? Кому ничего не должен. Да, тут же внутренний какой-то протест, а с чего бы вдруг? Нет, у нас-то и как-то протестов уже меньше, да, с годами, а у них как раз-таки такой возраст, мы, в общем-то, побольше с этими работаем, да, как раз-таки с такими вот... Молодыми горячими. Молодыми горячими, да, у них-то это сразу протест входит, и плюс, я говорю, здесь они там перегорают и так далее, и так далее. Да, именно поэтому абсолютно верно, я всех спортсменов, да, и вчера я тоже за это поднимала, настраиваю на удовольствие от процесса, неважно какой, тренировочный или соревновательный. Если ты не получаешь от этого удовольствия, то, ну, понятное дело, это не значит, что тебе нужно уходить из спорта, но, возможно, уровень твоих достижений может быть чуть ниже, чем ты способен, да, и все это показать и проявить, и так далее. Кстати, очень, действительно, у меня в то время был такой спортсмен, который, вот у них, они готовились к первенству там мира до 23 лет, вот зимняя база заканчивается, и он меня на сборе спрашивает, ну, знаете, я говорю, ты зачем грязь? Я говорю, ну, если ты задаешь такой вопрос, людям зачем? Да, 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 и ко мне, когда тоже пришла спортсменка однажды, и прям все, в слезах, Марина, я завязываю, завязываю с фехтованием, я говорю, окей, вот тебе гвоздь, вешай туда рапиру, маску, все, вешай. Она, да, да, сейчас повешу, я говорю, ну, неси, ну, иди в комнату, неси, вешай. Тут она рыдала, рыдала, опять, ну, проходит, я сижу, жду, ну, окей, все, вешаем, завязываем, давай, красиво завяжем, повесим, сфоткаем, да. Она тут раз, в смысле, завязываю, я говорю, в смысле, ты только что пришла ко мне с этим запросом, давай завяжем, давай завяжем, окей, я только за. Она, нет, я говорю, а почему? Она говорит, ну, кажется, я еще не все свои там медали завоевала, я говорю, подожди, ты, две минуты назад уже все, она, ну, я подумала, я говорю, ты молодец, быстро думаешь. Такой же, молодец, сливка. Да, 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 и главное, ну, поддержать и в этом, хорошо, давай завяжем. Вот, позитивное мышление еще для меня, наверное, это фраза о том, как мы ставим вот эти цели, да, постановка цели, они очень сопряжены. У меня часто тоже спортсмены выходят на дорожку с мыслью, как бы не проиграть. Частичку не, да, наш мозг не воспринимает. И что у нас в голове? Какая установка? Хоть бы проиграть. Здесь, ну, наверное, вопрос к мотивации достижения, мотивации избегания неудач. Ну, вы сами понимаете, на что нужно настраивать спортсменов, да, все-таки на мотивацию достижения. Да, мотивации избегания неудач очень много, и не расстраивайтесь, если вы у своих спортсменов это заметили, что у них хоть бы не проплыть плохо, хоть бы там не прийти последним, как у нас тоже часто спортсмен, хоть бы я был не последним. У большинства даже, как вы понимаете, спортсменов сборной, и вы многие были спортсменами сборной, иногда такая мотивация присутствует. Но потихонечку, маленькими шажочками, все-таки на мотивацию достижения, на какой-то позитив, да, на то, чтобы люди к себе, к своему труду и к вашему труду, да, с уважением, и что, если мы потрудились, то действительно это принесет результат там в 70, 80, 90 процентах случаев. Так, хорошо, идем дальше, я наверняка буду еще каким-то образом с чем-то, ну, возвращаться к чему-то. Про общение, да, ну, простую вам схемку, контакт плюс доверие, прям недавно книжку прочитала, что-то, как сделать чемпион. Почему так? Вопрос открытый для меня, как вы думаете, почему иногда контакт с тренером бывает прям, ну, не самым шикарным? Нет, ну, нет какого-то понимания, соответственно, или там спортсмен что-то, может быть, боится и так далее, какие-то комплексы, естественно, все по-разному. Кто-то подходит и говорит, все как есть, там, да, там, о том, что там девушка ему дала, не дала, ну, грубо говоря. Да, 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 да. Он спокойно разговаривает на эту тему, а кто-то замкнулся, в чем-то, он боится подойти, спросить, а боится даже подойти, как правило, как я заметил, такие вот ребята, как правило, которые, вот, как правило, без отцов живут, да, с мамками, там, мамка, там, постоянно, там, и они, не знаю, как вообще, вроде как и тренер, вроде как и папка, да, а как подойти, как спросить, вот, за вопрос. Из-за этого, естественно, контакт, доверие, оно и не возникает такого сочетания. Да, абсолютно верно, хорошую вы проблему подняли, тренер как папка. Не, ну а что, там, так, есть такие варианты массы. Да, вариантов массы, сейчас я посмотрю, интересно, о, пишет. Сейчас мы чуть-чуть рассмотрим, в сторону отойдем. Видно вам чего-нибудь? Ну, что это, два треугольника тут будут. Не больше, не меньше. Это тренер, ну, а здесь спортсмены, соответственно. Здесь спортсмены, здесь тренер. Ну, грубо вы поняли мою идею. Ну, хорошо, тогда мы внедрим к вам со временем психолога. Ну, на самом деле, с одной стороны, это говорит о, наверное, какой-то сохранности и отсутствии выгорания, ну, или гораздо меньшего выгорания у этого тренера, да, ведь, согласитесь, все, вы очень часто, да, проблема выгорания стоит остро перед нами всеми, любым человеком, который работает с людьми. А если вы еще и с детишками, с подростками, то это, конечно, ну, является, да, это очень много энергии, а тем более, конечно, вы, ну, огромную ответственность несете и так далее и тому подобное. Вот, и опять-таки я рассказываю примеры из своей жизни, из своего опыта, да, вот первый пример этого канадского тренера, да, когда тренер наверху пирамиды, и, соответственно, он диктует правила, да, эти соблюдают товарищи спортсмены или не соблюдают. Ребята, вы все-таки, да, несмотря на то, что выполняете роль отцов и матерей, все равно вы на вершине пирамиды, да, и вы рулите этим процессом, и вы диктуете правила, и, ну, пожалуйста, сохраняйте себя в этом процессе, да, не забывайте про еду, сон, питье, и прежде всего, чем здоровее вы, да, тем круче результаты у ваших спортсменов, да. Если вы не в силах, я говорю, смысл, если ты выгоревший, даешь ей урок, качество этого урока? Он говорит, никакого, я говорю, да лучше отмени, отмени эту тренировку, да, позаботься о себе, и потом сделаешь более качественную, более содержательную и так далее тренировку, вот. Про совместный поиск решения проблемы, да, то есть, ну, контакт установили, да, возвращаемся к общению, где-то проблему наметили, да. Попробуйте тут тоже спрашивать у спортсмена, что он думает, как он бы мог решить эту проблему, да, потому что это сразу повышает его уровень ответственности за тренировочный процесс, да, с одной стороны, действительно, окончательное решение принимаете вы, но как только он тоже включен в поиск решения проблемы, да, его отношение к тренировочному процессу несколько меняется, да, и они ко мне приходят, они говорят, ну, там, тоже жалуются, жалуются, я говорю, ну, почему-то там на этих соревнованиях там не так выступил, да вот, ну, ноги у меня там как-то не очень сильные, руки вроде сильные, ноги не сильные, но если очень грубо, да, рассуждать. Я говорю, давай качать ноги. Он говорит, ну, мы же качаем, ну, у нас УФП, тренер по УФП есть, мы качаем. Я говорю, тебе этого достаточно? На меня смотрят, пожалуй, нет, судя по последним соревнованиям. Я говорю, ну, что тебе стоит, да, взять скакалочку, ну, еще какие-то упражнения, поговорить с тем же тренером УФП для того, чтобы чуть нарастить этот тренировочный процесс именно, да, по физподготовке. Он говорит, ну, в принципе, ничего не стоит. Я говорю, в чем проблема? Он говорит, ни в чем. И все, да, он сам уже в ответе за себя, за свою деятельность. Чуть-чуть делегируйте эту ответственность на них, хотя бы маленькими шагами, и они будут благодарны вам, будут увереннее себя чувствовать, да, поскольку очень часто сталкиваемся с проблемой неуверенности спортсменов в себе. Вот, но я думаю, еще мы об этом поговорим, если хватит времени. Вот, ну, и, соответственно, получение результата становится гораздо проще, да, когда мы вместе поискали решение. Так, переходим к рефлексии. Да, ну, да. Можно еще, ну, сказать, вопрос, наверное, многих волнует, вот мы про то, что говорим, там, не смогу, не получится, да, приставка дурацкая не. А что мы можем сделать, да, какими словами донести, чтобы из головы, да, на спортсмену выбить эту дурацкую приставку? Ну, на самом деле, вот эти цели, когда мы прорисовываем, проговаривать, я всегда проговариваю с ними цели, да, мы прошли, отработали какой-то этап, да, соревновательный, они приходят, я говорю, давай строим дальше цели. И как только он мне ставит цель, там, которая с частичкой ней, я говорю, нет, я это записывать не буду, переформулирую мне это в позитив. И я сама, ну, когда уж он мне совсем пыхтит-крихтит и ничего не может сказать, да, там я уже помогаю как-то эти слова подобрать правильные. А здесь, на самом деле, ну, вот вся проблема в голове. И если мы даем, да, краткую вот эту вот, ну, смотрите, что... Не знаю, давайте перейдем к другому, к другой проблеме, бог с ней, с рефлексией. Да, 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 я думаю, сейчас мы ее все это затронем вместе. У меня такой вопрос. Насколько важно думать в момент соревнований? И о чем важно думать, вот когда уже, там, лодка плывет, экипаж плывет? Что в голове? Вы все, ну, спортсмены бывшие, о чем вы думали? О чем? Каждый по-своему. Кто-то думает, как доехать, кто-то думает, как выиграть, кто-то думает, как не доехать. А котлетик? Больше никогда. Не поймать ли веща или еще что-то, да. Вот, нет, вот приставка нефти, она таится. Не доехать, я не сказал, не доехать. Нет, скорее всего, как пройти дистанцию. Как не поймать вещат? Построить себе. Построить себе на дистанцию, чтобы прийти к конечным результатам. Что-то значит построить себя. Я не раз проходила уже эту дистанцию. Я знаю, как ее идти, и я должна идти, так как я вот ее построю. Там со старта, чисто тактически даже, да. Вот я там, либо у меня тактика быстрого старта, да, шумодержания и финиш, да, либо я иду в середине. Я знаю, как пройти дистанцию. Но это я знаю, да. Когда маленькая была, я не знала. Мне тренер давал задание, как пройти по дистанции. И вот так. И дальше свои еще внутренние ощущения. Все. Для чего вам внутренние ощущения? Что вы там... А это вот так, вы говорите. Вы меня подводите к уверенности. Естественно, я уверена. Пока нет. Я уверена в себе, что я пройду вот эту... Ну, хорошо, да, 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 хорошо, отлично, к уверенности. Мне важны тут отношения между головой и телом. Что там важнее? Голова или тело? Это вообще в свободности. А у нас всегда голова, конечно. Какой там тело, что-то? Может, голову отключить. У нас был вызов, который... Все говорили, да он вообще безбашен. Ну, он и в темпе 40 фигачит по дистанции. Не думал, как раз он не думал о том, что... Хорошо, сейчас еще дослушаем и переформулируем. Нет, мандражи, все здорово. Мы сейчас говорим, грубо говоря, конкретно там, о экипаже одиночка. Если мы говорим, что экипажа, где 8 человек сидит, и у каждого в голове что-то свое, вот это правда, вот, собственно, и все. И что с этим делать? Вот, если там, допустим, мы знаем, что двое там стрессоустойчивое, они знают, что они выходят на старт, они знают, что им надо. Понятно, мы стараемся их сажать на... Мандражи на долу, да. ...загреб, чтобы по ним работали, да? А с остальными-то что нам делать? Да, с остальным хороший вопрос, что делать? Еще там были идеи. Андрей Геннадьевич, у вас? Тело главное. Тело же одного. Вопрос, на самом деле. Тело рефлексии уже идет, готово. Его еще можно даже раз... Голова мешает. Это вопрос. А, вопрос, ага. Так, ну, я там не дослышала мнение. Я как-то не успеваю сказать. Ну, вот, мы вам даем время. Ситуация в том, что... Это сложно решить этот вопрос по той простой причине, что уровень классификации спортсмена, юноша, юниор, мастер, разные мысли, разные установки, разный уровень соревнований. Если мастер встает на каких-то простеньких соревнованиях, там одни мысли. Если он встает на каких-то ответственных соревнованиях, там другие мысли. У юноши такая же ситуация, поэтому в каждом отдельном случае происходит что-то свое. И работа головы, мысли и тело, она... Каждый раз разный. Ты проиграл. Здесь, соответственно, несколько все по-другому. И не важно, в начале сезона, а не в середине, в конце. То есть это, наверное, самый такой вот ответственный и для головы. И сложный вопрос. На живом самая ответственная ситуация, вот о чем все? Ну, если говорить именно о самой гонке, то и как соотносятся ощущения к теле и мысли, то тут определенно есть ответ, что буквально через минуту твое тело тебе начинает говорить очень громко, прекрати. Я даже назначу не так, как ни крути. Буквально через минуту это стоит. И основная задача просто складывается в том, чтобы вот эти мысли, не позволять эти мысли на тебя влиять и продолжать оставаться эффективными. Как это достигается, у каждого свой лица. То есть кто-то умеет абстрагироваться от этих мыслей, кто-то их глушит. У нас был четкий поставленный план, как с ними бороться. И мы просто-напросто, у нас каждый момент гонки, да, там определенный момент, у нас был определенный фокус, на который мы наши мысли фокусировались. То есть если это там 200 метров, то мы там фокусируемся, допустим, на одном нюансе, через 400 метров, то мы фокусируемся на другом. И у тебя даже нет времени задуматься о том, что тебе говорит твое тело. Прекрати, остановись, там, мне больно, там, и так далее. То есть ты настолько увлечен процессом, ты весь в гонке в процессе. То есть это очень интересный психологический прием в плане того, что у тебя даже нет фокуса у тебя не на мысли, что тебе больно и хочется прекратить, а на мыслях, как вот лучше сделать то и помочь команде. Но, опять же, это работает, мне кажется, больше уже с квалифицированными спортсменами. Потому что у детей, мне кажется, это, скорее всего, какая-то борьба с самим собой больше. И им, конечно же, гораздо сложнее контролировать себя. Тем не менее, по-третьему, тут такая мысль посещается. Мне кажется, и детей. Надо всех посещать, я себя помню, конечно, чтобы еще раз, да никогда. Самые безболезные, наверное, делали 30-40 секунд, после чего, вот, не успешно. А касаемо вообще вот гонок, и такие мысли должны быть перед гонками, у нас, нам, опять же, что-то не говорил, просто вы приехали на целях, просто получаете удовольствие. Он настолько нас расслаблял, абстрагировал это все, что он просто нам говорит, что вы уже все сделали. Вы уже свои медали там, или свой результат, который вы сейчас готовы показать, вы уже его заработали. Медаль зарабатывается на сборах, медаль зарабатывается по питательный период. Сейчас вы приехали показать то, что вы можете, то, что вы добились, на каком уровне вы сейчас находитесь. Поэтому что-то там мандаражировать, пытаться геройствовать, что-то там еще. Просто сделать то, что вы подготовили, то, что вы сейчас вот умеете. Я просто это максимально хорошо и все. Да, супер, супер, спасибо. Отличное, отличное мнение, отличный опыт. Что мешает такие же установки дать молодым спортсменам? Ну, какие-то фокусируемся, там эти 200 метров на одном. Нет, это сдается эти. Ну, как раз там настройки, ты уже знаешь, кому что сказать. Просто есть люди, которые вот он сидит на допустим, и говоришь там, завтра соревнования там, пришли все спать там так далее. Кто-то вообще всю ночь не спит, вот он гоняет мысли. Кто-то у вас нет, я же не могу. Кто-то у вас нет и раз погонялся. Кто-то у вас нет и раз погонялся. Кто-то у вас нет и раз погонялся. Да, 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 да. То есть все психи там, чувак меня. Ну да. И уже те люди, которые устойчивы, ведь у нас что, слагаемые победы, там три, да, психологическая составляющая, да, физическая и техническая, все. И если у него нет психологического состояния, он до высоких результатов, ну, бывает, конечно, доползает, когда имеет какие-нибудь феноменальные физические данные, но все равно где-то ломается, и приходит финальный заезд, и он там стоит на старте, стартовать не может, или еще что-то, то есть у нас вот таких случаев больше-то есть, и все об этом знают. Вот, поэтому, а у детей, они еще, ты даже их толком не знаешь, как он спал, как не спал. Ну, это понятно, да. Вот, поэтому с этим ты постоянно, а вот когда, ну, квалифицировать. Ну, у них такие, которые тренируются, тренируются, а они гонками, я заболел. Ну, да, да. Он тебе заболел, но заинтренировал, я заболел. Я доверяю своему телу. Мне нравится. Чем нравится? Всем. Я доверяю. Не всегда нравится. Почему? Потому что если выдаётся телу, я бы, да. Ну, смотрите, да, если это всё-таки на профессиональных спортсменов перекладывать, там, в тени всего сезона или там какого-то сбора, да, они нарабатывают определенный автоматизм, да, в вашем случае это техника. Но он уже наработан, это автоматизм. Ничего нового, да, как только вы садитесь в лодку, ваша задача просто, ну, отпустить своё тело, оно, по сути, сделает. И этот пловец, тот же представитель циклического вида спорта, как и ваш, он говорит, всё, я зашёл в воду там, и я почувствовал, что всё, мне кайфово. Он почувствовал. Он спустился от головы на уровень ощущений. Да, это не значит, что мы убираем технику, тактику там из головы вообще. Понятное дело, раскладка по дистанции, безусловно, должна в голове присутствовать, ну, в зависимости от величины этой дистанции, вот. Но доверие тела в соревновательный процесс, это, ну, на мой взгляд, один из суперрецептов, да, который уменьшает вот это стрессовое воздействие и сумбур мыслей и чувств в голове, которые бесконечно крутятся, да. У нас получается центрифуга. Мысли рождают чувства или чувства рождают мысли, вот они там крутятся. Моя задача, да, остановить вовремя этот процесс и сказать, чувак, ты только что там отпахал сбор длиной там в три недели, да, ты наработал кучу каких-то вещей, там, не будем углубляться, да, в каждом виде они свои. Всё, твоя задача выйти на старт и просто вот дать возможность телу почувствовать, что оно может, да, и реализовать всё то, что было проделано. Как только, да, мы чуть-чуть убираем вот эту доминанту с головы на тело, но у вас есть проблемы вот с этим, конечно, болевым порогом, да, порогом. Вам, конечно, сложнее, да, если вы будете думать о теле и вот не переключать внимание на какие-то вещи по дистанции, да, не фокусироваться, вам, конечно, не 100% доверяемся телу, да, поскольку там действительно сойдёте с дистанции и пошлёте всех далеко и надолго. Но опять-таки, да, вот из этих вещей, которые вы все сказали про этот болевой порог, а что вас возвращает вновь в греблю, ну вот, или возвращало на тот момент, когда вы были спортсменами? Ты забываешь, что пропалил, и всё начинается замкнуть. Ты через год можешь снова родить, а момент после рода в тебя спросят, ну чё, давай второго скажешь. Нет. Ну это как Ред Грейф, да, после четвёртой, я олимпийский металик сказал, если вы меня увидите рядом с лодкой, застрелите меня, потом вышел, и следующую опять вывезу. Ну, а что там, что, почему вновь? Ну, особенности же психики в том, что не забываешь плохое, а помнишь что-то хорошее. А что хорошего произошло? Ощущаешь себя, да, себя ощущаешь, вот всё, одно единое целое вёсло, и твои руки продолжают. А если ты как это, вот... Ну, что ты всё-таки смог, это всё равно ты придёшься. Нет, есть чё образ жизни, ты привыкаешь к определённому образу жизни, да, вроде думаешь, что пора завязывать, а с другой стороны, ну, а куда пойти, и так и дальше замедлили. Хорошо, а если, ну, вот, допустим, да, вы испытали эту боль колоссальную, да, вы преодолели себя, но, тем не менее, вы не показали тот результат, который бы вам хотелось. Почему вы на следующий день вновь вернулись на канал? Чтобы дальше. Ну да, это говорит о том, что всё-таки, да, от спорта вы все получали колоссальное удовольствие, да, что несмотря на все эти болевые ощущения, вы вновь и вновь, да, приходили, и вы любили, любите, да, и до сих пор. И до сих пор связаны с этим видом спорта. Хорошо, доверие телу мы разобрали, я думаю, вам, ну, что-то уже откликнулось, да, и как-то отозвалось. Ещё вот эта фраза «я нахожусь здесь и сейчас», что за ней для вас стоит? Вот я и хотела сказать, что за ней стоит, вы говорите, предыдущая тема была, а зачем психологический, да, там, страх, мандраж, скажем, да, да, мы готовимся к соревнованиям, мы знаем, какая у нас будет ситуация, мы приблизительно знаем, что может быть, но изначально повторять ситуацию ошибок прошлых соревнований, да, это, ну, неправильно. И там в случае ещё есть такая тоже, вот, как, типа, я здесь сейчас, а зачем бояться того, чего ты ещё не знаешь? То есть вот именно я не хочу прорабатывать то, что было, и это наперёд уже ставить. Всё, то забылось, вот я здесь сейчас, я должна идти вот сегодня, сейчас вот эту вот гонку, всё, она у меня новая. Да, 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 абсолютно верно, да, и вот что касается сейчас фехтования, да, вы понимаете, очень быстро наносятся уколы, там, сумасшедшие скорости, да, и что делают мои спортсмены, если они находятся в прошлом? Они получили укол, мы, естественно, расстроились, и в этот момент мы получили ещё три. Всё, в прошлом находиться бесполезно. Также, ну, например, вот теннисисты у меня маленькие есть, ну, подростки, он у меня играет и пропускает там, ну, три мяча. Я с ним потом разбираю по итогам, я говорю, ты где мыслями был? Он, в смысле, я играл? Я говорю, ну, давай, вот вспоминай своё состояние, где ты был? Он говорит, не, ну, я представил, как я выиграю это, и завтра в школу не пойду, поскольку я в следующий круг вышел. Всё, понятное дело, он уже мыслями завтра, как он не идёт в школу, и он уже, опять-таки, наполучал свой адрес, там, этих мячей. И постоянно их, вот, фокусирую, да, на том, что я доверяю своему телу, и я нахожусь здесь сейчас. Да, не в прошлом не расстраиваюсь из-за неудачи в прошлом, не в будущем, потому что тоже, ну, смысла нет находиться ни там, ни там, если ты находишься внутри этой соревновательной деятельности. Вот, к вопросу о релаксации теперь, да, я уже затронула тренера, очень прошу вас, да. Относиться бережно к себе. Нет, ну подождите, это не совсем верные примеры, но он у вас визуал. А вот и всё, верить не нужно, но меры. Так, ну смотрите, любое, ну, наша жизнь, наверное, к сожалению, не может быть без стрессов, да, и любое соревнование является для, да, для нас энергозатратным. Иногда для тренеров это гораздо больше энергозатрата, чем для самого спортсмена, поскольку тут нервная энергия ваша, она не безгранична, тратится нереально. И что мы делаем после, да, все дружно, неважно. Это или после длительного сбора, или после соревнований. Самые простые, да, способы борьбы со стрессом перед вами на экране. Да, самое простое, но, к сожалению, не всегда самое эффективное. Правильно? Правильно. Заедаем стресса? Некогда. Запиваем? Да, я переверну слайд, чтобы не напрягать. А к вопросу... Про бровей. А чуть более, скажем так, конструктивном способе расслабления. Смотреть на девушек. Да. Смотреть на девушек. Что вы видите здесь? Руки. Руки. Еще? Расслабление. Тоже перевернуть. Только мне перевернуть. Нельзя. Да, я плохой пользователь компьютера. Да я шучу, на самом деле. Ну вот, что видим? Тела, понятное дело, булки, еще что? Не расслабляет. Качественно? Вот уж уж. Так, не понять, на первый взгляд. Ты не понимаешь. Качественно или нет? Почему, что я не понимаю? Ну вот одна качественная, но и полностью расслабленная, которая самая... Другая. Да. А другая не качественная. На красном этом. Да, коврики, отлично, да. Смотрите, нет. Да. А может мне ноги больше не разворачиваются. Так... Крепатура. У них руки на парижанах. Так, ну это уже, да, это нюансы, вы все правильно видите. Как часто вы прибегаете к таким процедурам внутри своих команд, внутри своих коллективов? Ну, сколько надо лежать? Ну, минут 10-15. Никогда. Почему? Некогда. Зал расписанного. Аренды нету, да. Аренды такой большой нету, чтобы... Ну, в акценте, то есть, что... Ну, зал расписания расписано так, что ты успеваешь сделать основную нагрузку. А потом растягиваешься в коридоре уже. В 15 минут лежания, следующий круг уже начнет тренироваться. Ну, в коридоре тоже. Затопчет просто. Ну, что, действительно, такие условия прям жесткие? Нет, ну, на сборе иногда делаем, конечно. Вот, слава богу, спасибо. Когда нет лимит именно такого. А так, да, если у тебя час в зал, и у тебя осталось еще 5 минут, а там за дверью уже толпа стоит, ждет, когда же ты освободишь, конечно... Ну, вот, нам как раз говорили, это уже полезно, там, на 10 минут после тренировочки раскинуться, звездочки. Все повесить, прям расслабиться максимально. Анатолий Николаевич, что же делать? Я знаю, даже видео он такой, самый главный предприятель. Да, 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 и сам тоже. Ну, на самом деле, вы понимаете, да, что это нужная процедура, да, ваши детки, ваши спортсмены получают колоссальное количество нагрузки на тренировках, и в таком положении, да, тело действительно стабилизирует все свои регуляторные и функциональные системы. Да, и 10-15 минут, в принципе, достаточно для того, чтобы полежать, да, и... Ну, лучше, конечно, полежать с пустой головой, но это уже высший пилотаж. Ну, они обычно, кстати говоря, если это вечерняя тренировка, они после школы приходят, а тренируемся, вот, учим, ну, на самом деле, да, расслабляемся с ними, так же, но засыпают просто ребята. Да, ну, когда засыпают, это тоже знак о том, что где-то это переутомление, да, я вот с теннисистами работаю раз в неделю, там, по часу занятия с группой, и у меня любое занятие начинается вот с этой процедуры, да, я попросила руководства купить коврики, они у меня ложатся, ну, при том, что стоят столы, кто под стол, кто на стол, кто куда, и они прибегают уже вот с такими глазами, говорят, Марина, мы спать будем? Я говорю, конечно, будем. Да, они это называют сном, безусловно, засыпают единицы, и я тогда тренеру говорю, вот этот товарищ заснул, и одного я вообще разбудить не могла, так уснула. Ну, с одной стороны, да, но дело в том, что я же читаю текст еще, да, определенный, который они должны произносить про себя, да, там, расслабляем переднюю поверхность бедра, расслабляем заднюю поверхность бедра, ну, все это в какой-то последовательности правильной, да? Да, да, да. Нет, такие квалифицированные спортсмены относительно, которые умеют даже себя именно так расслабить, что у меня были такие двое, которым это было интересно, их научили, они научились, они могли поспать 40 минут, и как будто это 6 часов, то есть это вообще... Вот, а где вы взяли таких суперсознательных спортсменов? Мне бы просто хватает, как стерлисты. Ну, случайно повезло. Ну, это круто, вот это круто, на самом деле, да, и вот эту культуру мне бы очень хотелось внедрить, ну, во все профессиональные спортивные учреждения, да, поскольку действительно сталкиваемся с тем, что напрягаться, мобилизоваться, мы все умеем. Расслабляться, к сожалению, навыка расслабления... 36 часов? Да. ...это хорошо даже, если нет тренеров, у нас нет возможности, ты клавишся спать, когда? Вот нужно быть... Нет, 20 перебочек, чтобы стрелькнуть весь. Вот если нет возможности это сделать, там днем, да? А если так поперетренел? Дальше... У меня не ложится в 12 ночи, а лечь на 15 утра. Кажется, что даже ты в этом процессе займешь? Да, 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 да. Направляешь исключительно только на свое тело, а не на том, как я буду завтра или когда у меня через две недели подсоревнований, как я пойду или вообще я пойду. А вот просто ты ложишься, начинаешь расслаблять, ну это надо научить. И дальше пусть там ты не дойдешь до каких-то там... Да, супервысот, да. Да, но, по крайней мере, начало у тебя начнется, и оно все равно начинается с конечностей. А это уже большое значение, потому что некоторые вообще... Конечно. Вот так, кулаки зажаты, и ноги непонятные, и весь скрючен, и весь скрючен. Да, и восстановление не происходит полноценное. У меня дети приходят и говорят, а я ночью угрю. Да, да. Да, да. Именно потому что, действительно, опять-таки, не перевели свое внимание с головы на тело, не отпустили, не расслабились. Очень много записей. Надо научиться работать, давать им вот такую вот небольшую молитву. Да, но где-то, но все равно на сборах вы же выезжаете, есть возможность на сборах. Это классная вещь и классная идея. Почему? Потому что, например, когда человек опять переутомлен, там где-то даже перетренирован, ему, на самом деле, очень даже тяжело и заснуть. Бывает, что просто бессонница, он не может уснуть, и это опять-таки стресс перед соревнованиями, да. Когда он просто, он хочет спать, но он не может уснуть. А вот какие-то, может быть, действительно, тренинги на то, чтобы полностью расслабиться и погрузиться в сон, там, да, да. Учается определенное количество времени, допустим, там надо в 3 встать в аэропорт, там, и так далее. И ты, там, как бы вот не проспать, да, чтобы в 3 часа мне проснуться, потому что как же я не полечу, если команда улетит, а без меня, там. Да, 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 конечно, мыслей много. Да, и хочу вас уверить в том, что в интернете много записей. И прослушайте сами, поищите сами, да, что откликнется. Там есть с голосами, со словами, да. Не бойтесь пробовать, да, и давать это спортсмену. У всех есть эти гаджеты, наушники и так далее. И пусть попробуют, да, дома вечером, если действительно нет времени в зале это попробовать. Может, на сборах, на летних где-то, да. Но это ж можно и на улице лечь, да, и там сразу на этих... Главное, чтобы... На плоту. Ну... Да. Ну, это специальные трансовые техники, да, здесь, конечно, транс не используете, не надо. Сам человек, не зная того, ушел, но мы его могли вернуть. Вернуть, да, но это есть, конечно, в общем. Так, все, буду медленно, наверное, закругляться, последний, предпоследний слайд. А мы там одну стадию пропустили, она все не интересует. Про рефлексию? Да, давайте про нее поговорим. На самом деле, вот этот процесс так называемого самоанализа и обучения ему, я считаю, вообще основной задачей меня как спортивного психолога. Да, потому что, когда они ко мне приходят впервые, неважно, какой спортсмен, какого вида спорта, когда я начинаю спрашивать, что ты испытал здесь, что ты почувствовал здесь, какие ощущения у тебя были здесь, глаза квадратные, я не знаю. И я говорю, хорошо, что ты чувствуешь сейчас? Он на меня смотрит, я не знаю. Я говорю, ну хорошо, тебе комфортно? Ну не очень. Я говорю, что некомфортно, да, там, да ногу перевернуть. Люди мы часто сидим, лежим, не знаю, находимся не всегда в комфортной для себя даже позе. И как только мы этот локус контроля переворачиваем на себя, да, хочется сразу поменять позу, да, и что-то сделать для себя любимого. Здесь, на самом деле, это такая школьная, школьный пример этой рефлексии, но тем не менее, да, я каждый раз спрашиваю, как тебе было, что тебе понравилось, что, например, тебе не хватило до победы. И вот эти вот вещи, ну, на самом деле, огромную палитру, огромное поле для моей работы открывают, потому что, да, впервые они приходят, они действительно ничего не знают, я не понимаю вообще, где мне эти чувства взять, где эти ощущения мои лежат, в каком месте, в какой части тела. Но они запоминают эти вопросы, и когда приходят ко мне второй и третий раз после соревнований, неважно, после игр в теннисе, они уже говорят, Марина, точно, я вот здесь, вот в этом сете, там, в том гейме, что-то я почувствовала, вот здесь у меня мысль ушла туда, а здесь я не мог собраться. И приносит мне уже, ну, целую, прям, гору информации, я им очень благодарна за это, да. И порой мне уже эта гората информации не сильно важна, моя задача была именно на то, чтобы они почувствовали и давали себе отчет, и могли себя поменять и вывести из одного состояния в другое. Ну, это, конечно, я уже дальше забегаю вперед, но, в общем, работа моя построена именно вот на это, да. Что меня удивило, за что я могу себя похвалить? Вот это супер вопрос, который просто рождает у мужчин массу протестов. Когда я вижу спортсмена с низкой самооценкой, ну, у меня есть для этого определенные рисуночные тесты, я спрашиваю, за что ты себя можешь похвалить, ну, или за что ты вообще себя последний раз хвалил. И вдруг я на лице тренеров и спортсменов мужского пола вижу вот вообще картину маслом на лице, типа, что, я же мужик, в смысле хвалить себя сам? Нет, ни за что не буду, не принято, пусть хвалят другие, ценят и так далее. Что вы по этому поводу думаете, такого же мнения? Да, молодцы. Или нет, или все-таки хвалим себя? За что тогда последнее время, ну, есть не секреты, есть там, ну, это не супер закрытая информация, за что себя похвалили? За все. В недавнем прошлом. За все это не ответ. Значит, ну, был какой-то случай, где она реализовалась, да, сегодня? Пять утра, не пойду сидим, ну его нафиг, можно сочкануть, пойду, если не пять утра, пять минут свой боролся, потом пойду, когда они сидят, ждут, ждут, будут ругаться. Отлично, так, супер, остальные хвалим себя, мужчины? Конечно хвалим, ну что вы. Ну что вы, ну что вы, знаете, что вы? Обыграл вот Андрея Петровича и бильяр, прям вот так себя покинал. Отлично. Правда, я не шарик себе забыл. Вы, молодые люди, загрустили. Хвалим, хвалим, честно, пионерское. Почему это важно, да, поскольку это является оценкой нашей деятельности, да, мы сами понимаем, что мы сделали круто, да, а где нам еще нужно доработать. И я также, и это плюс уводит нас от зависимости от мнения окружающих, да, ведь вот эти процессы с самооценкой и зависимость от мнения окружающих очень взаимосвязаны, да, и как только мы направляем этот локус внимания в себя и понимаем, что нифига, я сегодня там 10 страниц какого-то научного текста прочитала, супер. Я ботинки помыл, терпеть не могу мыть, к примеру, их супер, я себя похвалю за это, да. То есть это мельчайшие вещи, которые мы чуть-чуть преодолеваем себя каждый день, да, в каких-то мелочах, каких-то там, я не знаю, еще даже не только интеллектуальных, там, физических, но и бытовых вопросах, да, там, ну терпеть не могу, я машину на ТО отвозить. Но если отвезу, то все, я там королева вселенной на ближайшие 2 часа хотя бы точно. Вот, поэтому вас призываю к этому, это тоже профилактика выгорания прежде всего, да, провели классную тренировку, похвалите себя, да, классно выступил спортсмен, это ваша работа, да, прежде всего, не только его, и здесь, ну, будьте, прям, любите себя, да, и прям хвалите, ладно? Потому что, действительно, у людей с заниженной самооценкой, я им даю задание каждый день в течение недели писать список 5 вещей, за что вы себя похвалили. Ну и вот эти вот красивые, да, мужики-здоровики мне приносят пустой блокнот и говорят, Марина, я ее не сделал. Я говорю, почему, да, ну как это, да, вот этот рассказ начинается про то, что я большой, красивый, здоровенный, хвалить себя неприлично. Откуда эта установка, кто сказал, да, почему сказали. В общем, хвалим себя, да, и оцениваем свои ощущения в голове, в теле, где угодно, да, стараемся, ну, обращать внутрь себя, на себя внимание, ну, по мере возможности, да, и к своим желаниям прислушиваться, да, и так же касается и питания, да, нам кажется, что мы хотим этот гамбургер, а с другой стороны, может, можно было его заменить чем-то более здоровым, да, более приятным для организма. Иногда мы глазами действительно... Иногда-то надо... Да, да, я не говорю, что совсем... Совсем не убираем. Так, ну давайте вот еще про дыхание поговорим. Брюшное дыхание, что для вас эти слова значат? Мужикое дыхание. Брюшное дыхание, а не мужчина. Так, еще. Увеличивает значительно возможность организма емкость. Да, не емкость. Массаж именно на корне. Я ругаю себя. Так, а почему у меня заголовок написано, что это правильное дыхание? Да, мы что-то правильное дыхание. Хорошо. Ну, действительно, вы правы в том, что мужчины, как правило, больше дышат брюшной областью, а женщины грудной. Тоже спортсмены, к сожалению, не умеют дышать животом в большинстве своем. И почему это важно? Давайте попробуем. Давайте вот прям, ну, экспресс-методика. Кладем одну руку на грудную клетку, вторую на животик. Да, садимся ровно. Молодцы. Все почувствовали, да, что нужно сесть ровно? Да, а у вас грудная клетка только что двигалась. Отдвигалась это намно так. Итак, ваша задача, да, делать носом, рот закрыт, вдох и надувать живот, а на выдохе сдувать. При этом, чтобы грудная клетка оставалась неподвижной. Пробуем. Ну, надо двигаться от того, что живот увеличился. Ну, неправда, неправда. Отлично. Вот, все, там 5-7 дыханий сделали, больше не надо. Теперь расскажите, что-нибудь почувствовали? В теле что-нибудь почувствовали? Отлично, я огоржусь. Что в теле почувствовали? Кто-нибудь, ну-ка, чувствительные, откликнитесь. Органы внутренне. Голова чище стал. Так, отлично. Еще кто что почувствовал? Хотелось потом полной грудью вздохнуть. Да, кислорода тут не хватает. Да, тут действительно кислорода не хватает. Итак, краткий экскурс ввожу в сторону дыхания и отпущу всех. Смотрите, в состоянии стресса наш организм реагирует определенным образом. Всем известно, да? Как вы думаете, что происходит с организмом, когда мы испытываем стресс? Давайте, накидайте мне гипотезу. Гормон. Гормон какой примерно? Ну, все, гормон. Ну, адреналинчик у нас. Конечно. Да, да. Ну, грубо говоря, там еще ряд гормонов, безусловно, есть. Все, суверенит. Вот, частота сердечных сокращений. Супер. Еще что? Вот, и у него идти к нам. Да, ладошки у нас потеют в стрессе. Отлично. Ноги отнимают. Да, 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 это у спортсменов часто что-нибудь отнимается, да. Ну, на самом деле, да, вы все... Моги не хочется идти. Да. Иногда и такое бывает. Ну, у вас там на плоту кто-то и сходил в туалет здесь сейчас. Чуть соревнования не сняли. Да, да. Итак, все правильно вы говорите, но первое, скажем так, хотя не знаю, может и не первое, но в общем, дыхание точно отражается. Мы начинаем в стрессе дышать часто и поверхностно. У нас дыхание вот по этому кругу происходит. Действительно, у нас увеличивается частота сердечных сокращений. Действительно, у нас кожно-гальваническая реакция изменяется, у нас потеют ладошки. Адреналин впрыскивается в кровь. Но первое, да, на что мы можем повлиять, это на дыхание. Оно у нас действительно становится грудное, и вот по этому кругу. Что происходит дальше? Кровь у нас не обогащается кислородом. И когда мне спортсмен говорит, я вышел на дорожку, я чувствую себя буратиной. Что с ним произошло? Он руки-ноги не мои. Ну, или куда-то, да, там сел в лодку, руки-ноги не мои. Все. Он в стрессе, адреналина слишком много, частота сердечных сокращений, перебор. У меня одна девочка в скикроссе, она с пульсом 200 на старт выходила. Да, 200. 200. Вот вы меня и 200. Размялась. Да, а другой, и, ну, естественно, я с ней работала, есть супер тоже технологии биологической обратной связи. Никто не слышал такие установки. Ладно, это в следующий раз. Надо же вам, вас чёртно, замотивировать. Смотрите, да, 200 плохо, а другой у меня на этой же, в этой же дисциплине в скикроссе выходил с пульсом 80. Да, ни тот, ни другой. Плохо. Да, одна говорит, у меня всё тошнит, живот болит, да, с этим пульсом 200, ничего не соображает, руки-ноги не мои. А другой говорит, Марина, я овощ, сделай со мной что-нибудь. Я просыпаюсь только к середине дистанции, когда уже там все уехали. Тут у него адреналин, конечно, вбрасывается в кровь. Ну, и моя задача была подкорректировать, да, одному до 120 хотя бы этот пульс поднять, а другой до 130, до 140 хотя бы опустить, да. Вот, всё это, естественно, возможно, но при высокой мотивации и при желании работать над собой. Ладно, не об этом. Почему я сказала о брюшном дыхании? Как только вы видите, что ваш спортсмен в стрессе, попросите его подышать. 5-7 вдохов. Много дышать нельзя, потому что действительно гипервентиляция может начаться. Ну, вот эти ручки на животик и на грудную клеточку положили, сделали несколько, да, вдохов-выдохов, всё. Дыхание пошло по гораздо большему кругу, кислородом крови. Круто термостатом. Да, да, и всё, у нас уже руки-ноги. Безусловно, мы совсем этот адреналин не уберём предстартовый, но его и не нужно. Нам действительно нужен пульс чуть выше, чем норма, да. Но чуть-чуть, да, помидеть это, уравнять как-то, и чтобы действительно этому ребёнку, спортсмену, было комфортно, мы это делаем. Я в теннисе мамочек этому учу, потому что теннисисты иногда не с тренером ездят, а с родителями выступать, да, и мама говорит, ой, это мне нужно в первую очередь, Марина. Я только и делаю, что на трибуне сижу, чтобы его не прибить, я сижу и дышу животом. Да, это самое сохранное, самое простое такое, не знаю, лекарство, рецепт, да, для того, чтобы хоть как-то минимизировать уровень стресса, да, и чтобы наше тело выполнило то, что нами наработано наиболее эффективно. Ну, пожалуй, всё на этом. Спасибо вам за внимание, было очень интересно. Спасибо. Нам было интересно, не поверите. Поверю.